Павел Васильевич Павел Васильевич неспеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там же ждала его гостья. Большая, полная дама, с красным мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше, чем прилично. На ней был тюрнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитве на руки. — Вы, конечно, не помните меня, — начала она высоким мужским тенором, заметно волнуюсь. — Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких. Я Мурашкина. — Садитесь. — Чем могу быть полезен? — Видите ли, я... Я... — продолжала дама, садясь еще больше, волнуюсь. — Вы меня не помните, я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я лещу, избави Бог. Я вас даю только должное. Всегда-всегда вас читаю. Отчасти я сама не чуждо авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в улье. Я напечатала разновременно три детских рассказа. Вы не читали, конечно. Много переводила, и мой покойный брат работал в деле. — Так-с. Чем могу быть полезен? — Видите ли, Мурашкина потупила глаза и зарумянилась. — Я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, или вернее попросить совета. Я, надо вам сказать, разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать ее в цензу, хотелось бы узнать ваше мнение. Мурашкина нервно с выражением пойманной птицы порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать. — Хорошо, оставьте, я прочту. — Павел Васильевич, — сказал о том на Мурашкина, поднимаясь и складывая молитве на руки, — я знаю, вы заняты, вам каждая минута дорога. Я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту. Но будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы. — Я очень рад, — замялся Павел Васильевич, — но, сударыня, я занят. Мне сейчас ехать нужно. — Павел Васильевич, — постонала барыня, и глаза ее наполнили слезами. — Я жертвы прошу, я нахально, я назойлю. Ну, будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания. — Только полчаса. Умоляю вас. Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и запормотал рассеянно. — Хорошо-с, извольте, я послушаю. Полчаса я готов. — Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что учение света, не учение тьма. Потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барыне, генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом нележестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает целей в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышню, нужно спасти его. Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор, ничего не понимал и думал, что ты принес, очень мне нужно слушать твою чепуху, ну чем я виноват, что ты драму написала, господи, а какая я тебе дарать толстая, вот наказание. Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены и вспомнил, что жена приказала им купить и привезти на дачу пять оршин тесьмы, фун сыру и зубного порошку. Как бы мне не потерять обращщик тесьмы, думал он, куда я его сунул, кажется, в синем пиджаке. А подлые мухи успели таки засыпать в многоточий Емежанин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло. Читая двенадцатое явление, значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе. — Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? — спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза. Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым тоном, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог. — Нет, нет, нисколько. — Очень мило. Мурашкина просияла от счастья и продолжала читать. — Анна, вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. — Валентин. — Что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувство. Я не признаю его. Анна, смутившись. — А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно, вы любили когда-нибудь? — Валентин с горечью. Не будем трогать старых, еще не заживших ран. Пауза. — О чем вы задумались, Анна? Мне кажется, что вы несчастливы. Во время шестнадцатого явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, который издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука, и чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания. Семнадцатое явление. — Когда же конец? — Думал он. — Боже мой! Если эта мука продолжит за еще десять минут, то я крикну караул невыносимо. Ну вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла. — Занавес! Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться. На тот час же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать. Действие второе. Сцена представляет сельскую улицу. На право школы, на лево больница, на ступенях последней сидят поселяне и поселянки. — Виноват, — перебил Павел Васильевич. — Сколько всех действий? — Пять, — ответила Мурашкина. И тот час же, словно боясь, чтобы слушатель не ушел, быстро продолжала. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не ждал конца. Ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слепались и чтобы с лица не сходило выражением внимания. Будущее, когда барыня кончит раму и уйдет, Казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем. — Тру-ту-ту-ту, — звучал в его ушах голос Мурашкин. — Тру-ту-ту-жи. — Забыл я соды принять, — думал он. О чем бишь я? Да, о соде. У меня, по всей вероятности, катар в желудках. Удивительно. Смирновский целый день глушит водку, а у него до сих пор нет катара. На окно какая-то птичка села. А, воробей. Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разоргнуть напряженные, слипающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкина. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок. — Валентин, нет, позвольте мне уехать. Анна испугана. Зачем? Валентин в сторону. Она побледнела. Ей, не заставляйте меня объяснять причин. Скорее умру, но вы не узнаете этих причин. Анна, после паузы, вы не можете уехать. Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета. Виден был только один ее двигающийся рот. Потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась и вместе со стулом ушла в глубину комнаты. — Валентин, держа Анну в объятиях. Ты воскресила меня, указала цель жизни. Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно, поздно, грудь мою точит неизлечимый недуг. Павел Васильевич сдрогнул и уставился по соловелым и мутными глазами на Мурашкину. Минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая. — Явление одиннадцатое, те же, барон и с тоновой с понятыми. — Валентин, берите меня, Анна. Я его. Берите меня. Да, берите меня. Я люблю его, люблю больше жизни. Барон, Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца. Мурашкина опять стала пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя со всего размаха, ударил им по голове Мурашкиной. — Вяжите меня, я убил ее, — сказал он через минуту убежавшей прислуги. Присяжные оправдали его.